Реакт редаксты, знать будешь круто Чем вот здесь в социальной сети Поэтому если вы эти все 100 выпусков Еще раз там прогоните Осознаете Что где происходит, что куда и почему То этого достаточно, друзья Чтобы идти на работу И трудоустраиваться И начинать карьеру фронтенд разработчика Да, друзья Не бойтесь, как бы это ощущение Что вы еще сырой, вы еще не готовы Что еще столько всего, много Сколько надо, чего надо учить Да, надо, друзья, но поверьте Уже с этими скылами, которые у вас есть Вы сможете нести пользу компании Коммерческую пользу И компания будет платить вам бабло Заслуженно Вы же понимаете, что вам будет платить Там 300 баксов до со старта 500 баксов Это для этих компаний Которая на аутсорсе Особенно вас будет продавать В 5 раз дороже Для нее это копейки Она на вас все равно наварится Поэтому смело летите в космос И важный момент На работе очень сильно старайтесь Не сидите в соцсетях Не ходите каждые 5 минут на перекуры Не зависайте на кухне И не жрите бесплатный печень Печеньки с утра до ночи А бомбите, бомбите как проклятые Вместо 8 часов Там часов 10 в сутки В рабочей То бежда у вас должна быть Рабочая неделя Не 40 часов А должна быть с рабочей недели 50 часов Да, грубо говоря, за свой счет Вы перерабатываете Чтобы влиться И нести действительно пользу И действительно разобраться В проекте И бомбить, бомбить, бомбить Первые 3-5 месяцев В таком режиме бомбите А потом переходите Уже как бы на нормальный режим Потому что вы уже все Спустя полгода рабочего опыта Реакт опыта Вы уже можете смело Обрести там Спокойствие И выдохнуть Наконец-то И немножко там передохнуть Даже в первый свой отпуск Сгонять После 6 месяцев Вам как бы положен отпуск Вот так, друзья Ну что Погнали по делу бомбить Давайте отобразим профиль Вы наверняка его отображали уже К нам сюда приходит профиль Я только фотку показывал А вы должны были отображать Сам профиль Да, целиком Так, сейчас Где у нас здесь Пут самурая наш Вот А я профиль не отображал Мои посты Йо хей статус Какой-то отображается Давайте я отображу профиль Хоть что-нибудь из профиля Точнее, хоть черный Хоть что-нибудь Вообще, кстати говоря Я не обновил сейчас Документацию Да, но в будущем У вас документация будет Более подробно Что есть Looking for a job Ищу я работу Или не ищу работу Давайте как бы сейчас Все эти-все эти блоки Отобразим Так Image profile status Ну, хорошо было бы это вынести Тоже в отдельную компоненту И мы, может быть, и вынесем сейчас Потому что будем редактировать Скорее всего, 100% вынесем Но, тем не менее Пока начнем здесь оформлять Значит, ищу работу Looking for a job И говорим Да, нет Yes, no То есть, если у нас В профайле В профайле Looking for a job Так Looking for a job Если true Тогда Yes В противном случае No Дальше Давайте тоже Какие-то дивки оформлять В дивки В дивки В дивки В control D Control Alt 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 Все И вот эти штучки будем дублировать About me И давайте сейчас как-нибудь вот так вот сделаем В tag B Заключу это, чтобы И здесь то же самое Ой, сорян, сорян Оно не так немножко Перемудрило мне Так, отлично Здесь там About me About me About me About me Looking for a job About me Сейчас смотрим А, about me То, чего здесь нету, друзья Но оно к вам приходит Да About me Просто отображаем текст Который там у нас В about me Дальше Если looking for a job Если мы ищем работу То тогда отобразим Еще Если мы ищем работу Если мы в профайле Looking for a job Yes У нас Если true У нас там сидит Тогда отобразим Вот эту вот дивку И вместе с этой дивкой Там называется Looking for a job description Как-то так называется сейчас Looking for a job description Looking for a job description Отобразим Это description То есть типа My professional Я ищу работу My professional My professional Skills Условно говоря И отобразим Профайл То, что у нас В looking for a job Написано Супер 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 Что у нас там еще есть В about me Full name Полное имя у нас есть Да давайте Вначале это добавим 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 Full name Profile Full name Сейчас такой Синтекс Full name Так Огоню А давайте Хоть проверим А то я добавляю Добавляю И хоть проверить Что действительно Отображается Эй Стоям Супер Дима Looking for a job No About me Нету ничего Это статус Да Давайте статус Тоже выведем Статус 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 Профайл Статус Здесь Hooks Давайте здесь Вот статус Перед спаном Скажем Тоже Tag B Статус Хреняк Все Статус Отлично About me Ну Понятно Как бы Оформить Это красиво Статус Это как в соцсети Рядом с именем Там где-то вверху Все остальное Там ниже И так далее About me Looking for a job No Соответственно Не отображает Так как No Не отображается Looking for a job Description My professional skills Условно Говорит Да Я как бы Looking for a job description Так я написал Типа Описание Что я ищу работу Ну Как написал Так написал Так Нет Документажка Смотрим Контакты Остались Остались Да Друзья Контакты Остались Контакты В которых Всякие там Штуки Дрюки Есть И тут Как бы Такой нюанс Как там Их отобразить Давайте Отобразим Таким образом Give About Me Скажем Контакты Контакты И посмотрим Какие контакты У нас здесь Есть Сейчас Отобразим Контакты Это у нас Объект Контакты Если мы Объект Засунем Сюда Тогда у нас Ругнется Реакшн И скажет Я не могу Отобразить Объект Да Я не могу Отобразить Объект Объект Не является Валидным Детем Контактов У нас Много Друзья Контактов У нас Много И все Контакты Могут быть Какие-то Заполнены Какие-то Незаполнены Какие-то Показывать Какие-то Не показывать Поэтому Мы для Контактов Сделаем Отдельную Компоненту Пока Прямо Здесь Я ее Размещу И скажу Конст Контакт Равно Сюда Будет Приходить Контакт Кей Пропс Да Сюда Будет Приходить Кей Контакт 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 Тайтл И Контакт Контакт Вэлью Название Контакта Например Гитхаб И Вэлью Значение Название Вэлью Значение И мы Будем Отображать Реторнем Дивка И Будем Отображать Контакт Тайтл Жирным Да Тоже В Б Засунем Контакт Тайтл И В качестве Значения Будет Контакт Вэлью Контакт Вэлью Все Отдельная Мини Компонента И Мы Должны Для каждого Контакта В Контакт Это Определить Как нам Проитерироваться По Объекту Друзья У нас Контакт Это Объект Давайте Посмотрим На него Сейчас Она Упала Сейчас Мы Закомментируем Пока Что У нас Контакт Это Объект А Значит Сейчас Покажу Вам Так Как Контакт Является Объектом Нам Нужно Как-то Проитерироваться По Объекту Проитерироваться Объектом Для этого Мы Заюзаем Такую Штучку Которая Называется Object Case Object Object Такой Глобальный Конструктор С помощью Которого Можно Создавать Любые Объекты Object Прародитель По сути Всех Объектов И Мы Говорим Case Такой Метод Есть И Подсовываем Объект Ключи Которого Нужно Получить И Засовываем Контакт То есть Мы Засовываем В Object Case Контакт И Запарил Я не люблю Так Авто Сейф Потому Что Я хочу Посмотреть Без Изменений Что Происходит Там Авто Сейф Выключу Авто Сейф Я вообще Не Люблю Потому Что Иногда Нужно Что Изменить Здесь И Вернуться В разметку Посмотреть Чтобы Сравнить Что Происходит Там В разметке Вспомнить Как Оно Херяк Уже И Все И Ломается Auto Что Так Медленно Комп Работает Умер Auto Сейф Красное Ничего Не Нашло Систем Кей Сейф Файл С автоматик Если Апликейшн Из Идл Сейф Файл Сейф 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 Ну Вот Это Наверное И 15 секунд Апликейшн Идл Айдл Это Как В ожидании Когда Находится Автоматик Апликейшн Если 15 секунд Ничего Не делаем То Оно Херяк Сохранит Но Это Еще Куда Не Шло Сейчас Проверим Соответственно Что Обжит Кейс Смотрим Какой Нам Объект Вернулся Нам Возвращай А Объект Соответственно Обжит Кейс Пробежится По Объекту Контакт И В качестве И Засунет Вот Фейсбук Гитхаб То есть Название Свойств Завернет В массив Строк И У нас Будет И Сказать Мы Хотим На базе Каждого Ключа То есть На каждого Имени Свойства Мы Хотим Отрисовать Компоненту Контакт Хотим Отрисовать Компоненту Контакт Передать В качестве Пробсов Ей Контакт Тайтл Ключ Это И будет Контакт Тайтл Кей Вот И будет Название Контакта То есть Гитхаб Или Шмидкаб И так далее А в качестве Контакт Вэлью Мы Обратимся К Контакта И через Квадратные скобки Прочитаем Значение Свойства По этому Ключу Да Это тема Опять Напомню В двух словах Куда смотреть Мы можем К одному И тому же Свойству Обратиться У нас Если условно Говоря Смотрите Есть Объект Есть Объект Да Сейчас Боже мой Сейчас Let A Равно Объект С именем Name Димыч Мы можем Обратиться Через точку Name А можем Обратиться Через квадратные скобки И Name Написать В кавычках Как ключ Как массивы Только не индекс Непорядковый номер А название Свойства Об этом Отдельно Читайте Друзья Это мы уже Проходили Делали Где-то Поэтому Должны Понимать Должны Должны Как-то Должно Заработать Но у нас Какая-то ошибка Профайл Инфо 43-я страничка Строка Assign Сейчас Профайл Контакт А Ретурн Да Не хватает Ретурна Мы должны Из мапа Вернуть Обязательно Ребят Key Не забываем Про Key Когда мы Мапим У нас Не должно Быть Ни одного Красного Что у нас Ключа Передаем Ключ В качестве Ключа Передаем Ключ Нормально В данной Задаче Это будет Отлично Все Смотрим В разметке Мы видим Что у нас Отобразилось About Me Contacts И все Контакты Отобразились Давайте В качестве Контактов Сделаем Какой-то Отступ Слева Например Класс Name Скажем Контакт Там Ну что Style Вверху Нет Тоже Буква S Контакт Идем В этот Style Profile Info Добавляем Контакт И говорим Например Padding Padding Left С левой стороны Изнутри Как бы Сделай Отступ Там 10 Пикселей И у нас Немножко Вот эта штука Преобразится И будет Более-менее Красивенько Да Ну странно Ни одного Контакта Видать Не приходит Сервака Видимо У меня Все контакты Пустые Давайте Проверим Давайте Проверим Так Ну я В общем Могу Эту штуку Открыть В браузере А это статус Ну я сейчас статус Удалю Изменю Profile Да Нал 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 Поэтому Ничего Не видим Окей Супер Full name User id Контакт About me Ничего нет Поэтому Да Наша задача Это все Обновить Это все Посмотреть Как это будет Супер Друзья Что делаем Дальше Получается Ну нам Надо Иметь Две Компоненты Да Давайте Во-первых Вот эту Компоненту Профиля Вот эту Всю логику Которую Мы сейчас упаковали Здесь в профайл Инфо Вот это Отображение Профиля Завернем В какую-нибудь Компоненту И назовем Эту компоненту Ctrl X Сделаю И назовем Прямо здесь В этом файле Я ее оставлю Профайл блок Назову ее Она опять Профайл инфо Профайл блок Профайл дата Например Профайл дата Прямо непосредственно Профайл дата Сюда приходит Профайл В пропсах И мы отображаем Реторнем Вот эту вот дивку Все То есть здесь Отображаем Профайл дата Супер И отображаем Отдаем профиль Обязательно Который к нам Сюда приходит Так Проверяем Что ничего не сломалось После рефакторинга Все отображается Супер Теперь у нас есть Возможность Добавить сюда кнопочку И перейти в режим Редактирования Например То есть если у нас Например Владелец Сейчас на страничке Владелец То мы можем перейти В режим редактирования В режим редактирования Чтобы например Отредактировать Все эти данные Если вы в режиме Редактирования Условно говоря То мы покажем Не профайл дата А покажем Какую-нибудь Профайл dataform, формочку, которая будет менять профайл data, профайл dataform. Мы редакс форм сейчас заюзаем, да, то есть здесь, то есть по-любому будем с помощью редакс форма это дело менять и вынесем в отдельный файл, безусловно, потому что сейчас уже наша компонента как бы в файлик раздувается. Так, профайл форм, соответственно, мы что здесь делаем сейчас, мы спросим, есть у нас, ну, есть у нас режим редактирования, edit mode, если у нас edit mode, тогда покажи профайл форм, dataform, профайл dataform, а если не режим редактирования, то покажи профайл data просто, не форма, а просто, и закрываем, профайл dataform, ей тоже отдадим профайл, отдадим профайл. Осталось там этот edit mode определить, да, и какая тема сразу, кто будет этим edit mode там управлять, типа чистая компонента, не чистая и так далее. Тут как бы опять же, да, философствовать и как бы что делать, этот edit mode извне передавать или этот edit mode добавить сюда хук и сохранить этот edit mode в хуке здесь. Друзья, на самом деле, эта вся чистота функций, эти все контейнерные, презентационные, это такая философия, тут надо как бы очень, да, очень, очень осторожно к этому подходить, в том смысле, что очень эта чистота вся, вот это вот поддержание контейнерные чистые функции презентационные и поддерживать их чистыми, это реально так заморочиться надо, потому что чистая функция означает, что она не имеет права отрендерить внутри себя никого другого, кто является контейнерным. Условно говоря, если будет чистая эта функция, то она обязана адресовать всех внутри себя чистых. Профайл статус вис хук уже с хуками компонента, уже как бы чистая она, с юз эффектом, чистая она, ни нафиг его знает, как бы, да, здесь опять же философия, поэтому позволяем себе профайл инфо компоненту сделать, как бы добавить в него локальный стейд. С помощью хуков будем, естественно, вспоминаем. То есть нам нужно сохранять edit mode, как мы делали в статусе, посмотрите в статусе вис хук, можете посмотреть профайл статус вис хук, здесь у нас тоже edit mode, set edit mode, давайте мы сейчас это все как бы и скопируем, и сюда и вставим прям вот так. Hook use state alt enter не inserted, заинсертим вручную, use state edit mode. Edit mode изначально false, но если мы кликнем по какой-то кнопке, по какой-то кнопочке, которая вот здесь у нас будет отображаться в профайл дата, в профайл дата форм, и, например, профайл дата, профайл дата пускай сама отображает кнопочку, мы ей передадим сейчас оунер или не оунер, тоже дальше оунер, прокинем дальше мы тут оунера, оунер из оунер, а профайл дата уже пускай внутри себя отобразить кнопочку, там редактировать, пускай она будет сверху, эта кнопка, button, button, edit, и эта дивка должна показываться только если мы оунеры, то есть если мы оунеры, то есть компонент отвечает за отрисовку профиля, и она же отвечает за отрисовку кнопки редактировать, если мы вдруг в режиме редактирования, если мы оунеры. И если мы оунеры, то вешаем onclick на кнопочку, у нас отображается кнопочка, и мы вызываем какой-то колбек, который к нам пришел опять же, activate edit mode, или to edit mode, go to edit mode, давайте так, идем в режим редактирования, вызываем из пропсов что-то, какую-то функцию, go to edit mode, должна прийти к нашу профайл дату, должна прийти в нашу профайл дату, сейчас я такое отформатирую немножко, в нашу профайл дату, go to edit mode, и по факту мы должны будем в касте go to edit mode, позволю себе в разметку прям ставить такую коротенькую функцию, перейти в set edit mode в true, set edit mode в true, то есть я изменяю в этой компоненте локальный статус, локальный статус на true, этот true попадает в edit mode, точнее, вот эта колбек функция попадает туда, и там внутри, если нажмут на эту кнопку, то сработает edit mode, изменится на true, и профайл дата заменится профайл формой, давайте в профайл форму пока засандалим, скажем форма, пока это все дело удалим, пока это все дело удалим, скажем форма, форм, давайте проверим, edit, опа, превратилась в форму, которую мы можем отредактировать и нажать кнопку сохранить, чтобы, например, форма засадмитилась, все, дальше, что делает, получается, наша задача, теперь эту форму быстренько заимплементить, выносим эту, эту, joint, здесь нельзя никак, это экспорт, окей, быстро выносим в отдельную компоненту, куда-нибудь правой кнопкой, добавить файл, профайл, профайл, дата, форм, файл, тип файла, jsx выберем, typescript, jsx, а где просто jsx, где-то он здесь был, javascript, jsx, боже мой, что-нибудь сейчас создам и вручную поменяю, пока не добавим профайл, дата форм без расширения, не добавляем его, shift f6, shift f6, не срабатывает, shift f6, профайл, дата, jsx, добавлю расширение вручную, все, сюда имплеменцию, добавляем вот этот, выношу профайл, дата форм, отсюда выношу сюда, импорт автоматически прошел, alt enter, предлагает добавить экспорт, экспорт по дефолту хочу, add default export, alt enter, нажимаю, да, кликаю сюда alt enter, и оно там предлагает что-то там сделать, конверт, это класс компонент, если говоря уже так предлагает, а нужно было раньше alt shift, короче, эти клавиши надо изучать, я сам уделю этому время, наверное, запишу какой-то отдельный выпуск, запишу себе подсказку, какую-то разметку, бумажку, выложу где-то на сайте даже, может быть, или найду какую-то страничку и буду приучаться пользоваться горячими клавишами, но мы поставим специальные плагины, которые позволяют генерировать компоненты быстро, да, это все нам уже понадобится, потому что мы как бы хотим развиваться и ускоряться. Все, соответственно, в профайл.инфо мы теперь эту форму будем импортировать, alt enter, insert, давайте проверим, что все хорошо, все работает, тук-тук-тук, edit, форма появляется, все, дальше. Давайте вспоминать, нам надо, чтобы эта форма что-то там отображала и редактировала. Давайте сейчас вот эту форму, которая профайл.дата форма, мы сейчас этот код скопируем, вернем туда, даже вместе с дивкой, и сразу вот что сделаем, то есть вот наша форма, мы эту форму заменяем, во-первых, на тег form, на тег form, дивку заменяем на тег form. В баттоне у нас будет кнопка сохранить, ну типа submit button, сохранить, да, давайте вверху ее оставим. OnClick, на OnClick мы должны редактировать форму вспоминать, надо, да, сейчас сейф назовем. Сейф мы должны там типа сохранить, что-то сохранить, я уже сам не помню, какая разметка будет, сейчас будем вспоминать. FullName, в качестве FullName, у нас там эти инпуты специальные были нарисованы, какие-то вспомогательные хелперы даже, да, вы делали с вами. Если уже забыли, вспоминайте, в ком они у нас, в форм-контроллс, в форм-контроллс, и вот здесь есть CreateField, у нас такая штука, Placeholder, Name, Validaters, Component, Props и так далее. Давайте попробуем вызвать эту функцию. Вместо FullName вызываем эту функцию, CreateField. Тут сейчас некоторые вещи мы про ReduxForm новую узнаем. Мы вызываем CreateField. И нет, давайте без CreateField сейчас обойдемся. Сейчас я подумаю. Ну, давайте с CreateField. Окей, уговорили. Или вы мне не уговаривали. CreateField и говорим AltEnter, insert. Что это не предлагает заинсертить? CreateField, insert, вот, insert из нашего форм-контроллс. CreateField, видите, оказывается, в ReduxForm есть такая функция. Не знаю, что она делает, но будем своим пользоваться, CreateField. Дальше. Placeholder, Name, Validaters, Props, вот эти все штуки передаем. Давайте посмотрим, где мы CreateField. Иногда как бы забываешь, ты вспомогательную функцию написал, и ты уже не помнишь, как ей точно пользоваться, потому что Placeholder. FullName. Потом Name какой, да? Name, окей. FullName должен соответствовать, ребят, должен соответствовать тому свойству, которое в объекте сидит. Точно-точно, FullName должно быть в соответствии с валидаторами. Валидатор пока пустой массив. Component, сейчас вспомним, что это за компонент у нас. Компонент, компоненты, которые надо отрисовать, собственно говоря, в каком виде чего. И сейчас я CreateField, сейчас я найду все места, где мы это использовали. CreateField, AltF7. Найду, где мы его использовали. Например, вы гоните, что мы не использовали. В логине использовали, конечно, использовали. В логине. Input. Да, вот наш Input с большой буквы. Наш какой-то там навороченный Input с валидацией, с каким-то подсказками и так далее. Поэтому мы говорим Input. Вот так вот, Alt-Enter. Нет, все, наверное, он автоматически Input ставился. Все, супер. Давайте проверим, что отобразится вот этот, по крайней мере, Input для FullName отобразится. Упала ошибка. Здесь форм. Контакта у нас сейчас нет в таком виде. На контакт давайте сюда тоже заинсертим. Давайте контакт вынесем. Ну, контакт нам нет, не нужен в таком формате. Нам надо контакт в форме, поэтому контакты я пока сейчас закомментирую. Контакты пока закомментирую. Так. GoToEditMode у нас. NonClick у нас тут будет Save какой-то. Я пока сделаю стрелочную функцию, которая ничего не делает, чтобы скомпилировалось. И посмотрим. Так. Edit. И ошибка. Бах. Ну, это неплохо. Это нормально. Только я хочу увидеть ошибку. Собственно говоря, ошибку. Где ошибка? Почему белый экран? Ни хера не видно. Так. Сейчас я еще кнопки. Сейчас не вижу клавиатуру. Не светится. F12. Что у нас в F12 написано? Boundary. Handling. Error boundary. Можете почитать об этой штуке. Field. Component. Must be inside. Component. Decorated. А, ну, Redux Form. Да? То есть мы должны в Redux Form использовать вот эти все. То, что Create Field нам возвращает Field. Это из Redux Form. И он говорит о том, что наша форма должна быть, собственно говоря, Redux Formовой. И мы говорим, что мы на самом деле экспортировать будем не Profile Data Form, а будем экспортировать контейнерную. Redux Form. Да? Redux Form. То есть мы создадим сейчас такую Redux Formовую контейнерную компоненту с помощью хока. Мы скажем, что мы вызываем, я уже не помню как, сейчас глянем. Login. Login.gsx. Формочку мы создаем с помощью Redux Form. Вот так вот. Идем сюда и вставляем. То есть мы говорим, создаем. Называем ее, например, Profile. Edit. Edit Profile. Edit Profile. И засовываем сюда вот эту форму нашу. Форму, которая обычная форма. И засовываем ее в хок Redux Form. И нам возвращается контейнерная компонента, которую мы наружу и экспортируем. Все. Теперь как бы должно, по крайней мере, загрузиться. Скукоживаем. Edit. Все. Супер. И видим вот Full Name. Да? Full Name. Можем что-то ввести. Looking for a job. No. True. False. True. Давайте все эти штучки таким вот Макаром с вами оформим. Looking for a job. Looking for a job. Сейчас я сделаю вот так. У нас будет... Это чекбокс. Не имеет смысла им Placeholder передавать. Full Name. Full Name. Будет Looking for a job. И Input. Вместо Input-а у нас будет Input. Но мы еще передадим в этот Input. Сейчас Пропсы. В этот Input передадим Пропсы. В Cast, в частности, Type передадим. Скажем, что Пропсы у нас... Стойте, а где Пропсы у нас? Каким параметром были? После Компоненты, да? Ага. После Компоненты. Ctrl-Alt. Стрелка назад. Чтобы вернуться в место предыдущее, где я был. И говорим, что после Input'а передадим дополнительные Пропсы. Говорим, это объект с Type, тип, бум-бум-бум, чекбокс. Ребят, напоминаю, CreateField наш кастомный метод, который просто немножко вспомогательный, помогает создавать вот эти клипы, вот эти вот элементы. С помощью вызова метода, как бы, да? Чтобы не рисовать тег и не атрибуты слева, ну, не переписывать эти все атрибуты. Вот, Validate, чтобы меньше было кода писать. Вспомогательная такая функция. Смотрите, выпуск про это. Ищите про ReduxForm, про этот CreateField на логине, где мы это делали. И вам должно стать понятно. Edit. Все, Looking for a Job. Галочка. Отлично. About Me. Так, это я удаляю. Дальше. Опять вызываем эту штуку. Если у нас Looking for a Job true, тогда мы показываем. Тогда мы показываем. Тогда мы показываем. Ну, вообще, про My Professional Skills всегда будем показывать, чтобы их можно было всегда отредактировать. Professional Skills и рисуем. Это текст-эрия у нас должна быть. Вместо инпута рисуем. Текст-эрия. Пропсы никакие не передаем. Текст-эрия импортируем. Это наша текст-эрия, которую мы в Forms Control как-то описывали. Мы описали наш input с валидацией. Наш текст-эрия с валидацией. Forms Control. Оборачивали. Здесь Forms Control. Создавали такой с ошибками. Вспоминаете. Сложная тема. Как бы, ну... Ну, вспоминайте. И называться будет Looking for a Job Description. Looking for a Job Description. Тут placeholder может быть, типа, My Professional Skills. Давайте подскажем. My Professional Skills. И About Me. About Me по аналогии. Control-C. Control-V. Сейчас вот это я удаляю отсюда. А About Me. Говорю About Me. About Me. И здесь. About Me. Все пока. Сохраняем. Переходим в режим редактирования. И видим. Full Name. Looking for a Job. My Professional Skills. About Me. Бомба, да? Бомба. И мы можем сохранить эту формочку. Сохранить. Круть. Но... Ну, давайте попробуем сохранить. Для этого вспоминаем, как работает наша форма. Button Submited Form. Мы вешаем сюда. То есть, button нам вообще не надо. Он клик вешать. Просто кнопка... Само наличие кнопки внутри формы по умолчанию засубмитит форму. Он Submit. Вешаем обработчик события. И говорим, что ты форма должен... Не помню. Да? Давайте вспоминать, что должна форма сделать. Вот наша логин формы. Вон Submit. Handle Submit. Handle Submit придет к нам извне. Придет к нам извне. Окей. И мы сюда говорим Handle Submit. Помимо профиля к нам сюда придет еще Handle Submit. Ну да, наверное придет. Проверим. Handle Submit. Мы этот Handle Submit вызовем вот здесь вот. Или в качестве он Submit передадим просто вот так вот. Не будем лишнюю стрелочную функцию создавать. Скорее всего ее и не надо создавать, потому что мы там кое-что упустим тогда. То есть просто вот так вот, да, передаем. Супер огонек. Handle on Submit. Дальше. Там, где мы эту профайл, дату, форм рисуем, получается. Там, где мы ее рисуем. Сейчас посмотрим. Handle Submit. Да, там, где мы эту форму рисуем. Логин форму. Вот логин. Там у нас должен быть он Submit, который непосредственно засубмитит в бизнес данные, которые в форме получены. Поэтому мы там, где мы рисуем профайл, дату, форм, мы рисуем в профайл инфо. В профайл инфо мы ее рисуем. Вот здесь. Мы должны здесь определить метод onSubmit. Сюда придут данные из формы. Давайте мы их алертом выведем. Ну, там объект будет. Давайте в консоль логу введем. В консоль лог выведем форм дата, которую мы там соберем. А этот onSubmit не забудем передать в профайл дата форм. Вот так вот. Профайл дата форм. Профайл он Submit. Вот так вот. Так. Забыли, ребят, как вспоминаете тему редакс формы? Да, друзья, легко не будет. Друзья, честно, легко не должно быть. Потому что бабки большие платят за то, что человек создает код. Создает рутинный один и тот же код. По факту вы офигеете. И увидите, что одно и то же, одно и то же из проектов проект. Но надо научиться это делать. Надо научиться это делать. Поэтому сейчас тема такая сложная. 98-й урок, 97-й там какой. Мы как бы повторяем все, да? Мы сейчас будем... Вот эти вот темы я специально оставил напоследок, чтобы как бы вас встряхануть. И вы вспомнили, что вот как бы, ну, не все так сладкое. Надо все вспоминать. Хотя, может быть, вы это уже сделали. Об этом уже забыли. Так, давайте. Фулнейм и в консоль лог посмотрим, пойдет ли в консоль лог этот фулнейм. Так. Фулнейм. Фулнейм. Looking for a job. True. My professional skills. Skills. My react. About me. About me. Йоу-йоу-йоу. Все. И сейв жмем. И... Опа. Супер. Бомба. Отлично. То есть нам собрал, нам собрал, редакс форм, собрал, упаковал объект. И мы этот объектик должны взять и отправить на сервак. Отправить на сервак. Да, этот объектик не полный. Сервак на самом деле ждет, что мы ему отправим. Смотрите. Профайл у нас. Update. Put. Профайл. Что нам мы отправим на сервак еще контакты. Я не знаю. Может, без контактов сервак примет и не ругнется. Просто контакты, как бы, раз мы не прислали, значит, надо их, условно говоря, занулить. То есть, ничего не сохранять. Перезатереть на пустоту. Ну, там и так пустота. Давайте проверим. Давайте вот что сделаем. То есть нам нужно здесь не в консоль логу ввести форм дата, а задиспатчить куда-то в бизнес. Не хочу я эту компоненту, ну, коннектить к стору, потому что она не законнектена. Я ее не хочу, коннектить к стору. Поэтому давайте к нам придет сюда метод save profile. Придет отсюда. Я его здесь вызову. Я его здесь вызову и передам ему форм дата. Дальше. Значит, save profile должен позаботиться кто-то, какой-то родитель, который рисует мою profile info, должен позаботиться о том, чтобы save profile туда пришло. Profile info рисуется у меня в profile, в профайле. Профайл тоже не законнектен, тоже не буду его коннектить. Поэтому save profile, я рассчитываю, что мне придет в пропсах. А вот профайл, контейнерная компонент, она контейнерная, уже коннектится к бизнесу. Поэтому я вот здесь вот save profile прокину. Save profile у нас должен быть санк такая, санка, санк рейтер. Вот тоже в бизнесе, в редюсере профайл. Ctrl D, беру save photo. Ctrl V, save profile. Сюда приходит у меня profile. Я опять же вызываю опишку у сервера. Говорю save profile. Передаю сюда profile. Мне приходит ответ, типа нолик, значит все хорошо. Если нолик, значит все хорошо. Давайте мы здесь поставим дебаггер и вообще посмотрим, что к нам сюда придет. И определим такой метод save profile. Идем на save photo, кликаем, чтобы переход произошел автоматически. Говорим save profile. Здесь делаем, сюда приходит profile, который мы, собственно говоря, отправим на сервак. И отправляем put запрос на нужный URL. URL подсматриваем здесь. Slash profile. То есть profile, просто slash profile. Отправляем put запрос и отправляем вот такой вот объект. Собственно говоря, ну тут объект, который к нам сюда и пришел. То есть slash profile, просто put запрос и передаем наш profile. Profile. Ребят, не profile, объект profile, profile, а именно profile. То есть объект, который состоит из этого, имеет вот такую вот структуру. Объект, который имеет вот такую вот структуру, которая обозначена вот здесь. То есть вот такую сейчас пример просто покажу. Здесь должен быть пример. А, примера здесь нету кода. Ну, такой, как приходит сервака к нам объект, да, условно говоря, в профиль. Такой же мы должны отправить. И вот такой вот объект. Вот такой структуры объект мы должны отправить. Только фото там не должно быть, потому что фото мы таким образом не можем подменить и так далее. Но в любом случае, примерно как-то так. Все, давайте проверим. Давайте проверим, как бы. А, типа даже должно заработать, понимаете? Должно заработать. Друзья, если вы сейчас не ухватываете воркфлоу, который я тут рассказываю, вот так довольно-таки шустро, да. Это говорит о том, что, ну, вы не готовы. Вы не готовы к работе. Вы как бы прошли эти выпуски, но у вас это не устаканилось четко, четко и жестко. Да, опять же, если вы, вы не должны так же шустро делать это, как я, ребят. Тоже, да, не думайте, что должны. И не должны проходить, протачивать, прокачивать до того момента, чтобы так же шустро, как я делать. Но, напрягшись, повторив, как-то сделав, этого достаточно, чтобы чувствовать, что, как бы, ну, я как-то сделал. Я красавчик. Не может компилироваться. Safe Profile, Profile Container JSX, 7 строка. А, импортировать надо. Вот этот профайл, Safe Profile, надо импортировать. Потому что, когда я добавлял его сюда, у нас сам креатора такого еще не было. Идем сюда. Редактирование. Димыч. Камасутра. Давайте IT Камасутра. Все-таки я не про порнографию. Looking for a job. Ищу работу. Ну, типа, ищу. О, о. Ай. Ай, погоди. Паут ми. About me. Ладно, сейчас не до этого всего. И сохраняем. И смотрим, какой запрос на сервак идет. Открываем network. Вкладку всегда, когда мы взаимодействуем с серваком, всегда должны в первую очередь анализировать network. Save. Хреняк. Супер дебаггер отработал. Network. Смотрим. То есть, раз дебаггером попали сюда, значит, await. Мы дождались, когда промис зарезовывается, значит, network завершился. Смотрим. Сервак нам вернул. Двухсотый ответ. Request – это то, что мы отправили на сервак. А в респонсе сервак нам нулевой респонс. То есть, ничего в респонсе не вернул. Или это из-за того, что… А, из-за того, что синхронная функция. И здесь, как бы, await он еще не показывает. Смотрите, network, он еще не показывает нам… Просто не показывает результат. Смотрим здесь, что у нас. Так, в дате у нас data message. То есть, все окей. Типа сервак сохранил. Супер. Бомба. Супер бомба. Save. Фотосаксесс. Это по ошибке. Да, я не оттуда скопировал, поэтому падает ошибка. Потому что в этом, в самке, тут не надо, да, диспатч, это не save photo success, а save profile success. Или надо даже перезапросить заново профайл, чтобы новый профайл пришел к нам, как бы, с обновленным. Или, ну, мы сейчас решим, как это мы сделаем. И вот, опа, после перезагрузки, дима, чайки, к вам с утра, ищу работу. Oh, I create. About me, about me. Супер. Да, ребят, работает. То есть, обновление профиля работает. В таком простом варианте. И так как мы и так достаточно много уже зафигачили, сейчас мы немножко это еще подкорректируем, и в следующем выпуске мы добьем эту тему. Вы в свою очередь, да, мы там проработаем контакты, обновление контактов. Вы в свою очередь немножко повторите это все дело. И потом, и потом мы закрепим вы в следующем выпуске. В следующем выпуске. Ну, пока подождите, еще рано прощаться. Жмем edit, видим, что здесь пустота. И вот это нас не устраивает. Да, это нас не устраивает. И мы сейчас узнаем то, что я обещал, что мы узнаем про редакс формы. То есть, почему здесь пустота? Ну, почему? Потому что, напоминаю, как работает редакс форм. У нас есть редюсер, бизнес редюсер, условно говоря, который там взаимодействует с серваком, из которого мы берем, условно говоря, данные, бизнес стейт, бизнес редюсер. Давайте бизнес стейт. Потому что редюсер, на самом деле, не хранит стейт. Редюсер обрабатывает стейт, бизнес стейт. И мы профиль отображаем здесь. Отображаем. И у нас отобразился. Но у нас еще есть этот, редакс форм. Redакс форм стейт. Когда мы переходим из режима отображения в режим редактирования, у нас, как бы, эти инпуты заполняются уже данными отсюда. И круговорот идет, флаг с круговорот с редакс формой, стейтом из редакс форм, стейт. И поэтому пустота получается. Смотрите, о чем я говорю. То есть, видите, у нас здесь в режиме отображения сейчас я... В режиме отображения есть данные. Потому что, да, мы запросили их сервака. Мы запросили их сервака. Сервак там их вернул, они установили сюда и пришли сюда и отобразились. Но когда мы пришли в режим редактирования, эта формочка берет данные отсюда. Так вот, нам надо сказать, что, эй, формочка, мы хотим тебе дать некоторые стартовые данные. То есть, данные стартовые есть здесь. И мы их можем, как бы, вот тебе их вот сюда, условно говоря, закинуть в тебя. Чтобы ты этими данными проинициализировал, как бы, стартово вот эти данные. Вот то, что в редаксте, эти круговороты будут, чтобы они были, как бы, здесь. И, соответственно, как это делается? Как это делается? Идем туда, где у нас компоненты-то рисуются. Форма. Форм. Дата. Форм. Дата. Форм. Дата. Профайл. Форм. Дата. Сейчас вспомню, друзья. Redux. Форм. И опять гугление. Initial Values. Initial Values. Стартовые инициализационные значения. Клик. Клик-клик-клик. Смотрим, смотрим, смотрим. Так, это вообще про Initial Values или нет? Нет. Initialize From State. А, вот Initialize Values. Values provided to the... Блэм-блэм-блэм-блэм-блэм-блэм. По-моему, мы такого еще с вами не делали. По-моему, такого еще не... Initial Values Props of Redux Form Config Parameter will be loaded into the Form State and treated to the Rear of the Rafter. О, мой гад. Классное слово. Какое-то хочу его посмотреть. The Rafter. После этого. The Rafter. Последствия. As Pristine. Ага. Ну, вообще, Initial Values... Initial Values мы самой формы можем... По-моему, передать вот сюда. Давайте попробуем. Сейчас я вспомню. У нас здесь профайл. Профайл инфо, который рисует... Профайл, да. Вот профайл инфо рисует формочку. Вот эту вот, смотрите. Рисует формочку. И мы этой форме можем передать наш профайл как Initial Values. Наш профайл. Мы его так передаем туда, да. Чтобы там... Зачем мы его туда передаем? Он там нигде не используется в профайл дате, да, сейчас? Профиль, который мы передали, где он используется? Нигде не используется. Сейчас и Балтуми удалим. Все, он нигде не используется. Он нам здесь как бы и не нужен. Но по факту, как бы, он мог бы использоваться как стартовое значение для вот этих филдов. Да, ну, оно работает через редакс форм. Все немножко красивше. И мы просто передаем туда Initial Values и говорим про файл. И так как структура профайла совпадает с той структурой, которая у нас по неймам раскинута. Вот здесь вот то, оно автоматически, типа, должно подхватить и отобразить. Что-то как-то очень похоже на какую-то мистику. И как-то я не верю, что заработает. Но оно работает, друзья, понимаете? То есть то, что нам и нужно. То, что нам и нужно. Соответственно, супер, кавабанга, круто, рок-н-ролл. То есть смотрите, какая темка. Давайте теперь, да, как и что сделаем. То есть если вдруг сервак сказал, да, я обновил. Сервак сказал, я обновил. Вот здесь, да, редюсеры доработаем. То мы, что я предлагаю сделать? Я предлагаю сделать так. Если сервак сказал, да, я обновил. То я предлагаю заново запросить getUserProfile запросить заново. Запросить заново getUserProfile. Запросить заново. Чтобы заново, как бы он взялся с сервака, уже обновленный, и проинциализировался. Так как у нас так запрограммирован сервак, что после обновления, смотрите, после обновления он нам не возвращает, как бы, обновленную версию. Нетворк посмотрим. В качестве ответа он нам возвращает, ну, не возвращает, в дате, а обновленную, как бы, версию. Просто говорит, что обновление произошло. Тогда давайте просто запросим getUserProfile, задиспатчем эту санку, вызвав санк-креэйтер по-новому, передав юзер-айди, наш юзер-айди, нашего текущего пользователя. Для этого мы здесь задиспатчем. Задиспатчем, вызов санк-креэйтер, и передадим наш айдишник, наш текущий пользователь, айдишник залогиненного пользователя. Где нам его здесь взять? Из стейта у нас есть getState, у нас есть функция, в санку приходит помимо диспатча, еще и функция, которая позволяет взять в стейт целиком. Мы берем state целиком, достаем getState целиком, в стейте ищем аутентификационный отдел, и в outAuth, сейчас, outReducer зайдем, у нас в outReducer, где-то в out, у нас есть юзер-айди, там в outReducer, юзер-айди, текущий пользовательский айди, у нас там сидит. И мы конст юзер-айди, правильно ребята писали, надо лета предпочитать конст, если мы не собираемся менять, поэтому, как бы так, корректнее немножечко, как бы я забиваю на это болта, но, как бы, такая темка есть. Все, юзер-айди, зацендаливаем сюда. То есть, тема какая, что нам не запрещено в рамках одного редюсера обращаться к другим редюсерам, к стейту глобальному и из него что-то доставать. Редюсер – это бизнес-логика, бизнес-логика состоит из разных частей модулей, и эти модули между собой, естественно, хотят иногда взаимодействовать, потому что, ну, как бы, бизнес – это сложная штука, это сложные модули, и у нас есть, типа, авторизационный раздел, который, в принципе, интересен всем страницам, всем редюсерам, всем частям системы, профилей, музыка, там, друзья, пользователи. Давайте проверим. Попробуем теперь изменить it.com.sutor.com дописать и сохранить. Сохранили, но у нас режим редактирования не выключается. Давайте выключать его. Давайте его выключать. То есть, когда у нас режим редактирования в профайл «Инфо», мы в качестве «OnSubmit» отправляем «OnSubmit», и в этом «OnSubmit» мы будем, ой-ой-ой-ой-ой, ой-ой-ой, и в этом «OnSubmit» мы будем, во-первых, отправлять на сервак обновление, а во-вторых, переходить в режим редактирования «False». StateEditMod, локальный. State менять на false. Отлично. Смотрим. DimashITKamasutra.com DimashITKamasutra просто. Сохраняем. Хребняк. И видите, было com, а потом исчезло. Почему так? Давайте еще раз покажу вам. I'm great developer. Сейчас замедлю интернет специально. Online. Slow 3G. Нажимаю save. И мы переходим в режим опять редактирования. В обычный режим. ITKamasutra. I'm great. На серваке обновляется профиль. Потом получается новый профиль. И уже новый полученный профиль. Перезатирает весь профиль. И мы видим отображение. Как это происходит на схеме. То есть, смотрите. Как это происходит вот здесь по диаграммке. У нас есть профиль. Он отображается за счет бизнес-данных. Которые получились во время того, как компонента вмонтировалась. Потом, когда мы переходим в режим редактирования. Мы этим бизнес-данными инициализируем стартовую редакс-форму. Чтобы этот кружочек оказался здесь. И мы видели то, что нужно. Но потом, когда мы эти значения подфиксили. Вот здесь получается. Изменили их. И мы их засубмитили. Соответственно, эти данные как бы ушли сюда. На сервак. И сервак их обновил. Но вот здесь этих данных еще нет в этом кружочке. А именно от этого кружочка. В бизнес-стейте. Отрисовывается вот эта вот страничка. Поэтому мы видим здесь старые данные. Но когда данный сервак подтвердил, что я обновил данные. Мы диспатчем санку, которая заново получает профиль. Соответственно, она уже потом отправляет запрос на сервак. Говорит, дай-ка мне профиль, который мы обновили там пару секунд назад. К нам возвращается новый профиль, уже закрашенный. И потом этот профиль закрашенный попадает сюда. И мы видим эту страничку. Стандартный, стандартный ребят. Флоу. Как бы стандартный флоу. И я говорил, что мы как бы разделим на два занятия. Да не, нет смысла. Все идет гладенько, все хорошо идет. Поэтому нам осталось просто обновить контакты. Ой, сейчас у меня глаз чешется. Обновить контакты. Обновить контакты. Сервак может ругнуться на какую-то ошибку. Если мы, например, в качестве отправим не true, false, а что-нибудь. Короче, что-то отправим не то. Сервак может ругнуться. И будет ошибка. Но ошибки мы умеем обрабатывать. Смотрите про логин. Как обрабатывать ошибки. И как мы обрабатывали их с помощью вот. Как обрабатывали в редакс-форме ошибки там в бизнесе. Дальше. А пока контакты. Дальше будем выгулять контакты. И увидим, о чем я говорю. Ну, про ошибки, которые возникают здесь. То же самое с контактами, друзья. Как мы хитренько так их отобразили вот здесь вот. В профайл дате. Отобразили. Пробежали с мапом. Точно так же мы сейчас делаем профайл дату. Сделаем формы вот здесь. Я раскомментирую. Раскомменчиваю вот эту вот тему. Пробегаю по профайл контакт. По профайл контакт. Ну, окей. Мне нужен все-таки профайл. Да, сюда. Чтобы как бы по нем пробежаться. Посмотреть по тем контактам, которые у меня есть. Профайл я получу сюда. Хотя на самом деле я... Ну, окей. Давайте профайл закинем сюда еще. А, профайл так закидывается. Здорово. Ну, я просто отсюда его удалял. И дальше будем рисовать не контакт, а какую-то сейчас подготовим тоже. Ну, давайте так. Будем возвращать. Будем возвращать дивку. Будем возвращать дивку. Давайте с класснеймом тоже контакт. Я там где-то его добавлял. Стайл этот. А, ну, стайл был не здесь. Стайл был вот здесь. Но я его сейчас импортну. Я его сейчас импортну сюда же. Не сильно запрещено как бы. Не сильно запрещено. Используйте один и тот же CSS файл. Контакт. И вот эта дивка. Закрываю эту дивку. И в этой дивке что будет у нас? В этой дивке у нас будет B. Название контакта, которое мы редактируем. А для этого мы прочитаем K просто. А дальше мы должны создать input. С помощью create-филда создать input для этого контакта. И тут, внимание, важный-важный момент. Input для этого контакта. Вот так вот фигурные скобки. Сейчас мы увидим, что input появляются. Но они не будут корректно работать. Они не будут корректно работать. Хотя давайте проверим. Ну, они не будут корректно работать. И сейчас объясню, почему. Сейчас мы что-то увидим обновление какое-то. Вот, объясняю, почему. Смотрите, мы для input мы хотим, чтобы, когда форма засубмитится, когда форма засубмитится, чтобы она нам упаковала объект, который будет иметь такую же структуру. А значит, а видим, что контакт является вложенным объектом. Значит, в качестве name элемента, мы, по-моему, так уже делали с вами, или это со студентами делали, когда тему эту разбирали. Мы в качестве name должны делать contacts.facebook, contacts.website, contacts.vk и так далее. Поэтому вот здесь в качестве name мы говорим contacts. Так как мы собираемся делать сейчас конкатенацию, добавляем все, а, это метод и так у нас, не надо. Мы находимся внутри уже метода, который внутри JSX, плюс k. k это github, получишь contacts. Так, у каждого элемента будет здесь в качестве тоже k обозначим. k в качестве placeholder. Я еще покажу сейчас в разметке, во что это превращается. Продонт, видите, что-то оно не фурочит. Что-то там зациклилось. А, потому что интернет медленный, йохан и бабай, онлайн. Так, edit. Опа, смотрите, трек, фейсбук. Красота, да, какая? Смотрим, какой name получается у него. Name. Это элемент, консоль, вот так вот. Хреняк. Name. Видите, contacts.facebook. Это важно. Тогда, когда редакс форум будет сабмитить, она упакует это в правильный объект. Смотрите, я вам докажу сейчас это. Благодаря вот такому наименованию мы говорим facebook.http. Вот тут, ребят, важно, чтобы сервак не ругнулся, важно передавать валидный URL. Мы нажимаем save. И у нас, видите, обновилось. И смотрите, что ушло на сервак. Что ушло на сервак. Ушел объект. Такой объект и ушел, короче, как и нужно. Естественно, аналовые значения эти остались. Все. Красота, блин. Смотрите, если я вдруг передам невалидный URL, нажму save, у нас обновление не произошло. Смотрите. Надо вообще показать ошибку. Профайл вернул нам в респонсе 1. И в месседжах он написал invalid URL формат. И как бы подсказывает, что именно. То есть нам надо вывести это сообщение об ошибке. Нужно его вывести. Каким макаром. Нет, мы что-то выведем. Мы что-то выведем. То есть, как бы, да, мы что-то пойдем до конца с вами. Потому что наша задача повторить все, укрепить все. Если у нас else, если у нас все-таки ерунда какая-то, то мы должны что-то с вами сделать? Не помню что. Идем в логин. Идем в логин. Reducer. Еще у нас нет такого редюсера. House Reducer. House Reducer, там где мы логинились. И вспоминаем, что если у нас результат ошибка, то мы тогда здесь как-то ошибку, там достаем ошибку, текст ошибки. И сабмитим вот такой вот Stop Submit. Stop Submit это специальный, из Redux Form, специальный Action Creator. И мы общую ошибку, вспоминайте, да, про это, смотрите, вспоминайте, смотрите выпуски. Чтобы общая ошибка была не конкретное поле подсветить, а вообще общая ошибка диспатчем вот так вот. Но в принципе мы могли бы и конкретное, конкретное свойство подчеркнуть. Вот, давайте сделаем, это же вообще красота. А, ну тут немножко, надо как бы, ну типа, сейчас покажу, в чем проблема. Сейчас объясню, в чем проблема. Ну как бы, если загнаться уже, ну давайте загонимся и сделаем это. Сейчас делаем просто общую ошибку, то есть у нас в Data, у нас в Data, в Message, ой, Response, Response, Data, Messages, нулевой. Будет ошибка, она задиспатчится, эта ошибка. Важный момент, эта ошибка попадет в Redux Form под словом Error. И мы вспоминаем, как в логине мы делали. Сейчас я открою логиновскую форму и гляну, этот error к нам приходил в логин форм. Приходил сюда, error, и мы, если error есть, то мы отображали вот такую вот дивку. То мы отображали вот такую вот дивку. Давайте также style брали из отсюда. Вот супер, и мы так же сделаем. То есть отобразим дивку с ошибкой. Идем в нашу profile form data. Если ошибка у нас даже сабмит не произойдет и рядом, давайте с сейвом покажем эту ошибку. Style импортируем. О, е-просто, как-то она даже сама импортировала, кабузда. Какая она умная штука, это WebStorm. Давайте проверим. Нахеря чем неправильный URL. Какие-нибудь вот такие символы. Save. А, май гад. А, типа посчитал, что правильно URL. Ну, теоретически, ну, какая-то валидация на сервероке, значит, некорректная, которая почему-то восприняла этот URL как валидный. Ну, да ладно. Вот так и сделаем. И хреняк. В режим мы перешли в другой. Хотя сабмит не должен был... А, нет, ну, сабмит... Сабмит-то произошел. Сабмит-то произошел. Да, все верно. Сабмит-то произошел в любом случае. Handle submit сработал. Handle submit. А, значит, сработал... Значит, сработал... Save profile. Вот это он сабмит. Значит, сработал set profile. И мы в этом set profile выключили режим редактирования. Хотя надо было его выключить, только если все хорошо. Ну, давайте сейчас я его закомментирую. И мы увидим, что ошибка показывается. Да, это такие нюансы, с которыми вы столкнетесь или уже сталкивались, когда писали что-то сами. Вот у меня есть студенты такие, которые очень глубоко окупают. Вот они с таким вот время от времени сталкиваются. И как бы... Ну, простые примеры. Херняк-херняк. Отлично. Но ошибку я не вижу. А я хотел бы увидеть ошибку. F12. Console.log. Should be k. Profile.form.data. K мы отобразим обязательно. Не отобразим обязательно. Покажем это прямо сейчас. Ребят, с K мы вообще не шутите. Очень много нюансов. Ситуации, когда супер падают ошибки, потому что K не проставлены. И там такие интересные ситуации, что ничего не реагирует, ничего не изменяется, что там сдвигается. Мы на хакатонах своих с таким сталкивались. И студенты в личной работе над соцсетью и над нашими проектами. Так, Index.js. Сейчас MyPosts тоже. Сейчас все это занули. MyPosts. MyPosts. PostElement. Там, где Map, там должен быть K. Давайте у поста возьмем, что у ID-шних есть. Там у поста интересная. Это выдуманный пост. Посты, которые сейчас... Profile в Reducer сидят. Profile в Reducer. Посты есть ID-шники. Супер. Все. Тогда бомба. Обновляем. Все. Красного этого нет. Ворнинге как бы это уже полбеды. Жмем Edit. Отправляем запрос на сервак. С неправильным URL. Сохраняем. Серва говорит, что ошибка. И почему-то как бы... И по идее мы должны диспатчить вот этот вот Stop Submit. А, потому что форму указали неправильную. Мы типа на логин диспатчем. И оно как бы к логину идет. Поэтому не отображается у нас. А наша-то форма. Наша-то форма, друзья, называется... Наша-то форма называется... Где мы там оборачиваем? Edit Profile Form. Поэтому мы сообщим именно как бы нашей форме. Edit Profile. Огонек, огонек, огонек. Итак, Edit. Трук-трук-трук-трук-трук. Save. О, боже мой, класс, да? И мы видим, в чем проблема. Можно было бы короче. Распарсить вот эту строку. Вам надо на... 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 Доработку. То есть распарсить строку. Найти, если... Если там есть контакт, стрелка. Найти вот это вот слово. Facebook. И присобачить ошибку. Вернуть отсюда ошибку. Не error, а название этого вот Facebook. И тогда смотрите, что будет. Условно говоря, давайте в Facebook мы сейчас ошибемся. Там подставить сюда вам строку. Это надо динамически. Как бы взяв из сообщения. Этот кусочек. И смотрите, что было бы тогда. Как бы мы в Facebook ошибаемся. Сохраняем и... Сейчас... Может, я не ошибся. Может, это нормально. Не срабатывает ошибка. Я ожидал, что у меня поле это подчеркнется. Сейчас глянем. Facebook. Ошибка. Месседж. То есть Facebook. У нас ведь... Facebook формочка. А, стили, может, просто не подключены. Стойте. Я ожидал, что здесь будет ошибка. Правильно? Я ожидал, что здесь будет ошибка. То есть у нас-то Facebook. Сейчас name. А, contacts Facebook. Надо писать. Вот так вот. Надо писать contacts Facebook. И тогда... Да, сейчас будет все ок. Потому что этот input, он не под Facebook. В форуме идентифицируется. А его путь в контакт с Facebook. Теперь мы нажмем save. И у нас... Ну, ёпперсоте. Ну, что-то вы меня расстраиваете. Я ожидал, что вот эта штука сейчас скажет Facebook. Ошибка. О. А, чересчур много запросов на сервак. Стоямба. Это уже другая ошибка. А что, у меня опять опеки? Не тот стоит здесь какой-то. Не тот опеки стоит, друзья. Сейчас я... А, я сейчас в соусал-нетворке залогинен не по тем аккаунтам. Соответственно, я использую не тот опекей. Я сейчас залогинюсь опять вот под этим аккаунтом. Хотя я под ним и был. А, нет. Тогда аватарка была бы другая. Сейчас посмотрим. Зажмем save. Не. Сейчас туда опеки вставлю. Да, друзья, опекей не вставляйте. Мой опекей. Он вам не поможет. У вас должен быть свой опекей. Потому что в противном... Ну, оно вам не поможет. Вы просто не сможете. Вы должны быть залогинены. Я иду в api. В api-файлик. Ага. Да, это вот локальный. Это я тестировал локальный сервак. Я вот просто сейчас раскомментирую. Все. Не тот опекей, короче. Жмем на save. Ну, видите, сколько я запросов делал. Получается неправильных. То есть, дайп бесплатно. Хотите бесплатно обучайтесь. Как я и обещал, бесплатно. А если хотите, как бы отблагодарить Димыча. Отблагодарите. Купив подписку. Жмем save. Ошибка упала. Ну, ешкин, матрешкин. Я же хочу, чтобы этот input подсветился. Ёханый бабай. Хочется материться даже. Facebook, value, http. Почему он не подчеркивается как ошибочный? То есть, контакт с Facebook. Давайте сейчас я этот нейм скопирую. Может, я опечатался здесь, потому что глаза у меня вообще сейчас плывут просто. Контакт с Facebook. Контакт с Facebook. Ну, вроде без ошибки написано. Я ошибку. Так, сейчас посмотрим. Чух-чух-чух. Еще раз посмотрим. Нифига. Окей. StopSubmit. Сейчас ReduxForm. Сейчас я вспомню, где там было написано. ReduxForm. StopSubmit. Это в документации. GitHub. Вот здесь чуваки рассказывают, наверное, про StopSubmit. Про StopSubmit. И говорят, что форм-нейм диспатчем. И можем задиспатчить эррор. Общий эррор или сейчас, сейчас, эррор не общий, а эррор как бы к филду. Может, такого и нельзя, кстати, не, ну, по-моему, можно было. Стоп, стоп, стоп. Форм-эррор. А, сейчас, сейчас, там как-то по-другому надо было сделать. Форм-нейм. Сейчас, другую ссылку откроем. Сейчас. Форм-эррор. Типа, эррор общий, эррор для всей формы, да? А мне нужно, как бы, а, тут сейчас еще будет для всей формы. А, объект, юзернейм и сообщение. Стоп, Submit. Да нет, как бы я так и сделал. Объект. Давайте попробуем еще вот так сделать. Контакт. В контакте объект. Фейсбук. А у него ошибка сообщения может быть вот так. Такая структура должна быть. Давайте проверим. И, мне кажется, так даже логичнее, потому что, как бы, мы-то работаем здесь, как бы, с объектом, а не с формой. Это там оно так. А здесь оно так, да, скорее всего, так. Круто будете знать. О май гад. Да, рок-н-ролл. Видите? Супер, 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 супер. Понятно, что так, как бы, круче. Да, ну, надо этот фейсбук мы захардкодили здесь. А надо парсить месседж, формировать этот объект. Это, как бы, тоже такая нативно-дживоскриптовая немножко еще головоломка. То есть, распарсить строку. Ну, то есть, вам ваша задача сформировать правильный объект. Да, ну, вы красавчики. Я уверен, многие из вас справятся. А я пока возвращаю на тот формат, который был. То есть, просто общая ошибка, как бы, для... Общая ошибка для всей формы. А потом, дальше в выпусках обязательно мы сделаем такую красоту. Потому что мы эту красоту будем превращать в продакшн-проект. В продакшн, в продакшн-проект. Но еще один нюанс. Это как все-таки... Сейчас я проверю, что работает ошибка. Работает. Как все-таки... Вот этот вот edit mode сделать только в том случае, если у нас как бы все хорошо. Если у нас как бы все хорошо. А для этого, друзья, ну... Сейчас я подумаю, как же лучше это организовать. То есть... Давайте глянем, как в логине у нас было. Йопа, РСТ. А, ну, в логине там не было. У нас редиректов. У нас как бы... Ну, в логине, ладно. Логин для нас как бы не пример. Потому что в логине такой... Ну, редирект из АУС свойства меняется какое-то. То есть, извне, да? Ну, как же сделать лучше здесь? Вариантов несколько, да? Есть в голове, как сделать. И я как-нибудь сейчас сделаю. Не факт, что сделал. Да я лучше... Ну, короче, смотрите. Вообще, сейв профайл. Сейв профайл, по итогу, мы вызываем коллбэк, который что-то там диспатчет. Коллбэк, который диспатчет. Вообще говоря, если мы... Ну, диспатчет. То есть, коллбэк к санку, который диспатчет санку. Если мы диспатчем санку, и санка что-то возвращает, то нам возвращается, скорее всего. То есть, мы, скорее всего, здесь тоже получим promise. Let promise. Смотрите, если мы сейчас из нашей санки, она синхронная, значит, она по-любому возвращает promise, то значит, у нас этот promise, по идее, должен быть здесь. Сейчас проверим. Мы об этом тоже и говорил, да, уже? Если санка возвращает что-то, то это что-то возвращается из санки. Так как санка у нас асинхронная, то значит, она по умолчанию возвращает promise. И мы сейчас проверим, действительно ли это так. Save. Хреняк. Смотрим. Да, promise, действительно, promise. И у него статус pending. Статус pending, то есть ожидание. И мы сейчас скажем, что мы, как бы, тоже являемся асинхронной функцией. Мы являемся асинхронной функцией. Мы дождемся сейчас, когда... Ну, мы дождемся сейчас, когда у нас будет result. Ну, вообще говоря, блин, мне... Я не буду сказать, что мне прям асинка вейт, и прям хочется везде использовать. Мне нравятся промисы. Мне нравятся зены, особенно в сценариях, как здесь. Я не хочу тройкетчем оборачивать. Я хочу сделать zen, то есть мне нравятся промисы. Я не хочу сказать, ну, мне нравится промис, там, где они уместны, вот как здесь, например. Я хочу сделать zen. Если все хорошо, то я выполню вот эту вот функцию. Потому что мне что, тройкетч оборачивать, что и дожидаться, ну, не знаю, еще посмотрим. Давайте я сделаю так, все-таки на тройкетч переведем, потому что оно, потому что... А здесь делаем кетч. А если вдруг промис не срезовывается, будет с ошибкой какой-то, то тогда мы не будем переводить setEditMod, если вдруг будет ошибка. Можно просто, как бы, ничего вообще здесь и не делать. Оно молча съестся, и все. И тогда окей. Делаем await. Дожидаемся. Дожидаемся. И делаем асинг. Дожидаемся и делаем асинг. Все, убедили. Тема асинг-эвейтов. Ребят, очень скоро... Сейчас 100 выпусков запишу, и будет крутой выпуск про асинхронность в JavaScript. Потому что я давно хочу выпуск записать. А из-за того, что путь самурая, я не могу, блин, творчеству этому отдаться тому, кому хочу. Да, поэтому, как бы я, чтобы не перегоречь, сделаю перерыв с путем самурая. Даже, ребят, может быть на месяц. Простите меня, может быть даже на месяц. Потому что реально заманался, и хочется немножко, как бы, творчеством заняться, а не, как бы, вот, типа, надо-надо структурой, а просто вот взять и забомбить такой какой-нибудь туториал о том, что я хочу. Так, дожидаемся, соответственно, вот, что мы сейчас делаем. Если promise у нас возвращается всегда, promise возвращается всегда, но мы из этого редюсера, если у нас ошибка какая-то, то мы задиспатчили что-то, и вернем return promise reject. Promise, который rejected с ошибкой. Ну, на всякий случай, можем, в принципе, эту ошибку же закинуть туда, если вдруг она там нам понадобится для каких-то отображений. И, по идее, по идее, сейчас будет все работать как надо, если мы идем в редактирование, если у нас какая-то, если все хорошо, то мы засейвились. А если у нас не все хорошо, то мы не сейвимся. Но почему-то не показывается сообщение об ошибке. Сообщение об ошибке не показывается, потому что, потому что promise reject, наверное, он все портит. Так, давайте я promise reject сейчас выключу. Да, ведь реально черт кроется в деталях таких, поэтому я буду сейчас эти детали ковырять с вами. И давайте пока этот мод выключу, чтобы посмотреть, будет ли работать или не будет. Ребята, для вас может сейчас показаться, что вообще ничего не понятно, но на самом деле ситуация такая непонятная. И просто пытаетесь понять, что происходит, и запомнить потом решение. И примерно смотреть, как я, например, это решаю. Потому что мы переходим с вами, мы подходим к концу 100 выпусков, мы переходим с вами на уровень все. Мы заходим в production, а там творится жопа. И надо с этой жопой разруливать. Так, не подсказывается ошибка. Из-за того, что мы сделали функцию асинхронной, он submit возвращает promise. И, видимо, это как-то ломает логику работы редакс формы. Сейчас проверим. Да, видимо, это как-то ломает логику работы редакс формы. Соответственно, мы здесь не можем возвращать promise. Не можем возвращать promise. А что же мы должны вернуть? Сейчас давайте попробуем. А что мы должны вернуть, наша функция? Что должна вернуть? Она синхронная, возвращает promise. А давайте мы вернем, типа, return true. Promise, который резовывается true. Значением true. Сейчас проверим. Ошибка нормальный URL, сохранит. А, ну, edit mode у нас не изменяется. Стойте. Edit mode. Ну, ошибка не показывается. В любом случае, да, ошибка не показывается. Так. Ошибка не показывается. Значит, как бы не все так просто. Е-просто. Значит, по-другому решим задачку. Задачку решим по-другому. А как? Будем хранить, ребят, этот edit mode. Будем хранить в бизнесе. То есть, да, как бы сделаем режим редактирования некоторым таким частью бизнеса. Потому что пока, да, я как бы быстрого решения не могу найти. Кроме как сделать edit mode не локальным статом, а бизнесом. Save profile. Ну, ёбрест. А, ну, окей. Стойте, стойте, стойте. Последний момент тогда. Давайте сделаем так. Мы не будем делать асинхронный. Мы сделаем просто этот Zen. Сделаем просто Zen. И тогда, как бы, немножко у нас будет попроще. То есть, Zen. И вот здесь делаем вот так вот. То есть, не будем делать асинхронную функцию. Вот. Вот он, да, асинхронный, как бы, мир, который всегда красавчиковый. Но, как бы, есть всегда ситуации, когда... О, так работает. А если бы сейчас в случае успеха, в случае успеха засетим вот так false, то тогда сейчас проверим. То есть, если мы редактируем, и у нас URL нормальный. Save. Всё хорошо. А если у нас ошибка? Всё равно зарезовывалось. Почему? Потому что из редюсера мы должны вернуть promise. Вот этот reject должны вернуть в случае, если у нас плохо. Reject. И проверяем. Итак. Класс. Я даже радуюсь, что как бы из-за того, что тут работает. А если у нас HTTP, там, ну, VK-точка. Все хорошо. Все, боже мой, все окей. То есть, ну, ребят, здесь надо четко понимать, как работают асинк-авейты. Асинхронная функция по умолчанию возвращает promise. Поэтому мы, как бы, сделав нашу... Сейчас, где, о боже мой, эта функция. Сделав нашу функцию асинхронной, видимо, лом... То есть, ну, как бы, он сабмит функция, на нее полагается там редакс форм, когда там делает свою всю магию. Мы эту он сабмит передаем в нашу формочку. Он сабмит. И вот, и дальше там он с сабмитом что-то делает. И так как он становится асинхронным, видимо, он уже асинхронно что-то делает. И он не может на свой флоу этот прокрутить. Поэтому мы не можем делать функцию асинхронной. Но так как мы хотим дождаться от санки, как бы, мы задиспатчили санку. И хотим дождаться, когда санка скажет, что все, я закончилась. И при этом закончилась успешно зен. Чтобы мы могли засетать сет-эдит-мод. Тут есть, ребят, спорные моменты. Что мы, как бы, вообще, опять же, напомню, диспатч работает каким образом? Задиспатчили и вообще забыли. То есть, как бы, вообще, в идеале формочка не должна дожидаться, когда UI, когда задиспатчил экшен, он не должен дожидаться, когда этот, типа, прямо сейчас задиспатченный экшен там завершится. Мы задиспатчили и забыли. Если вдруг этот экшен наведет к какому-то хаосу в бизнес-логике, вот о чем я говорю, да, как бы, сейчас повторю. То есть, UI, бизнес. Мы что-то задиспатчили и забыли. Если вдруг через какое-то время там этот задиспатченный экшен когда-то, санка, неважно что, приведет к изменению стейта, то тогда мы об этом узнаем и мы перерисуемся. Но задиспатчев, задиспатчев, мы не ждем. Типа, часики песочные. То есть, мы не ждем. Мы задиспатчили и забыли. А здесь как бы мы задиспатчили и ждем, когда нам вернулся промис, и мы ждем, когда этот промис зарезовывается. И это, ребята, архитектурное как бы так себе. Архитектурное как бы так себе. По-другому как это можно было бы решить. Например, сделав режим редактирования в бизнесе. Или сделав какой-то там... А, ну не режим редактирования. Режим редактирования как бы... Это локальная как бы фишечка. Ну, например, результат... Результат операции. Результат операции, ну, закинув сюда. То есть у нас есть какой-то флаг, который говорит там... В профайл редюсере, да, как бы лучше было бы сделать так. Ну, сделаем так. А оставим пока так, а потом, может, в будущем за рефакторами. То есть я бы здесь сделал флаг типа... Профайл там... Апдейт статус. Там, условно говоря, профайл апдейт статус. И, например, там, ну, нон сначала. Если вдруг апдейтнулось хорошо, то success. Если апдейтнулось плохо, то, например, error. И, соответственно, этот профайл статус приходит сюда в форму. Круговоротом обычным. И мы проверяем, если пришел сюда профайл саксесс, значит, мы меняем режим редактирования на... Выключаем. Если пришел error, то тогда мы не меняем. И дальше сохраняем. А если... Ну, вот таким вот форматом я бы, короче... Я бы это, короче, обыграл бы таким форматом более правильным, чем то, что сделали мы сейчас. Будем ли мы прямо сейчас это делать? Сделайте сами, если поняли, о чем речь. Если нет, то как бы мне было интересно погонять, да, этот редакс форм поковырять и посмотреть, на что способна штука. И, опять же, дать вам понять, что, да, задиспатчил, забыл. К этому надо стремиться. Задиспатчил и забыл. Задиспатчил и забыл. А здесь задиспатчили и ждем. Нам вернулся промис. И мы ждем, да. То есть, эти две строчки можно разбить на const. Промис равно... То есть, получается, мы задиспатчили и получили промис в ответ. И ждем. А это как бы не очень хорошо. То есть, мы задиспатчили и забыли. К этому должны стремиться. О май гад. Ну, не могу я не сделать так, как надо, друзья. Не могу не сделать так, как надо. Но у меня, честно говоря, нет сил. И приоритетно ли это, не приоритетно? Да нет, на самом деле. Для ваших как бы уже этих... Это уже ни на что не повлияет. Вот это мозг. Помучьте себе этим. И этого достаточно. Все, друзья. В следующем выпуске. В следующем выпуске мы сделаем капчу с вами. Капчу. Опять немножко потренируем логику. А что такое капчу? Это когда мы логинимся. Много раз неправильно. Антибот символс. Нам надо показать здесь картинку. С антибот символсами. Смотрите. Идем в самурай джесс. Сейчас я попытаюсь залогиниться. Из-за того, что попыток было сделано много. Оно скажет, чувак. Ты хочешь вводить верный логин пароль, но введи сначала такую капчу. И вот мы такую вот логику с вами сделаем. Сегодня такая капча заменена капчей от гугла. Типа я не робот. Там галочку поставить. Выбрать цветофоры, дороги и так далее. Это мы будем тоже в будущем внедрять. Туда дальше. А пока просто сделаем реализацию этой капчи. Она у меня на сервере уже реализована. Все. Все. Потом нам там останется еще два выпуска. 99 выпуск будет. Такой выпуск, наверное, тоже рефакторный выпуск. Поговорим про код, посмотрим на код. А сотый выпуск будет такой обзорный. Обо всем, обо всем, обо всем, что мы с вами сделали. Такой, скажем так, больше теоретически. То есть теоретически, теоретически. Обзорный. Видос. Все, самураи. Пошел я спать. Выучи джаваскрипт. Устройся на работу. Ведь ты еще не старик. Поверь, еще не поздно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй.